Накануне Нового года члены Совета ветеранов Ленинского района собрались на очередном заседании, чтобы подвести итоги уходящего года и определить задачи на будущее. 2014 год для них был плодотворным. Помимо основных задач, Совет ветеранов принял участие в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье» и занял второе место в своей номинации. Поздравить ветеранов с наступающим праздниками пришел исполняющий обязанности главы района Олег Хромов. Подробности далее. Первое мероприятие, которое Олег Хромов посетил в статусе исполняющего обязанности главы Ленинского района, была встреча с Советом ветеранов. Вместе с активом он обсудил насущные вопросы и проблемы, которые так волнуют людей старшего поколения, а также рассказал о том, какие меры администрация района намерена предпринять, чтобы ветераны достойно встретили юбилейный год победы в Великой Отечественной войне. Мне эта встреча надолго запомнится, так как, на мой взгляд, она получилась достаточно искренней, я поделился своим видением на те проблемы, которые волнуют сегодня не только жителей Ленинского муниципального района или Московской области, но и всех жителей Российской Федерации. Ветеранский актив, который ведет за собой тысячную армию ветеранского движения Ленинского района, за 2014 год сделал немало. Благодаря тесному взаимодействию с Советом ветеранов Московской области, с администрацией и со всеми органами власти решаются задачи социальной защиты пожилых людей. Наш ветеранский актив всегда принимает активное участие во всех общественно-политических событиях района, а в этом году была налажена дружеская связь с ветеранами Ленинского района Республики Крым. Люди старшего поколения в нынешних непростых условиях, социально-экономически, конечно, должны чувствовать себя комфортно. Еще одним очень значимым достижением районного совета ветеранов в этом году была победа в губернаторской премии «Наша Подмосковья» за проект газета «Ветеранский вестник». В будущем Совет планирует сделать издание постоянным, чтобы у людей была возможность следить за обновляющейся информацией. Мы планируем, что с января месяца она будет выходить не реже одного раз в месяц, а может быть в зависимости от имеющихся средств у нас, если они будут, то и чаще. Мероприятие продолжилось праздничным обедом и вручением подарков активу ветеранского совета.